Всем доброе утро! А утро у нас начинается с кормления наших любимых курочек. Сейчас мы им на завтрак дадим такой вкусной сочной зелени. Сегодня у нас разгрузочный день. Утро вот такая зелень. В обед будет капуста и вечером кормовая свекла. Хорошо позавтракал, мои девочки принялись за свою работу. В гнезде, я вижу, сидят две адлеровских курочки. Вот здесь, сверху и три гриз-бар. Но только 9 часов утра. Ну что, что ты мне расскажешь? Все хорошо у тебя в хозяйстве, а, Петрович? Все хорошо? Правильно. Должно быть все хорошо. Молодцы. Сегодня 2 февраля. На 8 февраля я заказала инкубационное яйцо Доминанта 107. Заказала 50 штук по цене 35 рублей. Так как у меня инкубатор на 77 яиц, остальное место я заполню моими гриз-барами. Попробую вывести цыплят адлерских яиц. Добавлять не буду. Все-таки петуха у меня нет. А яйцо гриз-бар. Вот оно. Вот такого вот размера. Такое, как надо для инкубации. Видите, есть хорошая воздушная камера. Немножко островатый. Кончик. И вес у него хороший. Я думаю, грамм 60. Вот он мой кот. Так и бьется у ног. Посмотрите, в кормушке осталось немножко зерна. Это пророщенное зерно с мелом. Добавляю обязательно сейчас для крепости скорлупы кормовой мел для птицы. Перемешиваю и даю курам. Я использую вот такой мел. Кормовой. И даю курам вот такой гравий. Сейчас зима. На земле курицы в природе найти себе камешки не могут. Поэтому обязательно надо давать им гравий. Сейчас я вам покажу, какой он из себя. Вот такие камешки. А еще, конечно, дешевле, если у вас есть старый кирпич красный. Разбиваете его молотком. Мелкую крошку. Икоры с удовольствием его тоже употребляют. Вот такой у нас ящик уже с пророщенным зерном. Напоминаю, что здесь овес, ячмень и пшеница. Зелень уже с сантиметров 35. И пора ее скормить нашим курочкам. Пойдемте. Всем доброго дня. Вот такая у нас уже зелень. Ребята, знаете, как пахнет весной. Вообще, красота. Правда? Пойдемте со мной. Сейчас мы курочек будем угощать. Не забудем оставить немножко для уток. Вот такая. Видите? Воды нет. Вот такой букет я оставлю уткам. И сразу отложу. Так, выходи. Выходите. Ну вот, смотрите. Самые голодные у нас грисбары. Не то, что голодные. А вот настолько они любят зелень. Адлеры скромничают. Наверное, еще не сильно проголодались. Или не совсем поняли, какой гостиниц я им принесла. Вот ты прям по поляне идешь. Девочка моя. Ну, что это ты надумала? Посмотрите. Вот посмотрите, с каким удовольствием куры едят траву. Посмотрите. Целыми охапками. Видите? Вот целыми охапками. Молодцы. Аппетит хороший. Петя, идите сюда. Цыпа, 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 цыпа. Идите все кушайте. Цыпаньки, цыпа, 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 цыпа. Идите, мальчики, девочки. Молодцы. Вот посмотрите. Наверное, выращивать не сложно, как вы уже поняли. Ты мой мальчик. Зато сколько радости в моих курочек. Вот уже адлерские подтягиваются. Ты мой красавчик. Молодцы. Давайте, ешьте. Как я уже говорила, через неделю я буду закладывать яйцо на инкубацию. Но буду пробовать все-таки закладывать и грисбар. Потому что мне очень понравились эти куры. Вот у меня осталась одна кученка. Ей уже пять, ну, уже почти будет шесть лет летом. Еще несется. Конечно, бывает и через два дня, и через три дня. Но курочка еще с хорошим здоровьем. Гребешок красный. Вот они мои красавчики. Так почему я все-таки решила заложить на инкубацию яйцо доминанта? К сожалению, сарай у меня небольших размеров. Иди, иди. Иди, не мешай. Много птицы я держать не могу. Птицу хочу держать все-таки можно так сказать разных пород. так, что нравится мне по качествам их производительности. Немаловажное значение для меня все-таки играет и окраска. Вот красивые ведь. Просто красавицы. Посмотрите. Еще птица должна быть миролюбивая, не агрессивная. Держа ломан браун, я хочу сказать одно. Птица хорошая, но очень советую держать ее отдельно. То есть, вот раньше у меня было 30 кур ломан браун. Жили они в отдельном сарае и все было прекрасно. Когда я стала соединять с другими породами начались проблемы. Куры все-таки агрессивны по отношению к другим курам. Грисбары и адлеры живут очень хорошо. Посмотрите. Видите? Ведут себя хорошо. Никто никому не мешает. Никаких проблем нет в этом стаде. Почему я покупаю яйцо доминанта? Ну, конечно же, мне не хватает яиц для всех моих клиентов, скажем так. Не хочу никого обижать, но получается, что у меня постоянно очередь за яйцами. Люди хотят вкусное, экологически чистое яйцо. Тем более мои клиенты многие подписаны на мой канал. Они издалека наблюдают, как я за ними ухаживаю, чем кормлю. Молодец! И, наверное, сделали для себя выводы, что птица кушает здоровая корма, полезная корма. И, попробовав куриное яйцо, которое несут мои курочки, не отказываются, а терпеливо ждут своей очереди. И еще только что принесла два яйца. Яйца надо собирать часто, чтобы они не успели остыть. Но это яйцо паддлерской курицы. На инкубацию оно не пойдет. А остальное гришбар. Друзья, мы не забываем, что мы с вами вырастили для курочек вот такую кормовую свеклу. Вот, прекрасно она сохраняется просто в мешках и в погребе. Морковь и вот такая даже есть у нас красная свекла. Натираем все на терке и угощаем кур. Хотите в чистом виде, хотите смешивайте с зерновым кормом. Вот так помогаем своим питомцам пережить зимнее трудное время. Вот столько яиц я сегодня собрала. Сейчас я проверю весы. пачка вермишели 400 грамм. Показывают верно. Салфетка ничего не весит. Это для того, чтобы яйцо не укатывалось. Грисбар вес 60 грамм. Вот такое яйцо я буду брать для инкубации. Это 59 отлично. 59 Я считаю, что нормально. Чем же порадовал меня Адлер серебристый 54 и самая взрослая курочка 66 грамм. На такой ноте я с вами прощаюсь. До свидания. Всего вам самого доброго. . Субтитры